Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мац Героиня. Мои хорошие, напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется Галинка Малинка 2 Обзоры. Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, ну а вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, сериал под названием «Испытываем Шурика на прочность» продолжается, ребят, сегодня очередной Лёлькин шедевр под названием «Кто он? Помощник или муж?» Вы знаете, вот честно становится сразу смешно. Хочется просветить Лёльку, что вот в нормальных семьях, да, там как раз-таки муж и является самым первым помощником и самым главным, я бы сказала, даже, конечно же, основным помощником. Ну а у неё, Шурик, никто звать его никак, друзья мои, не муж, конечно же, да, никто абсолютно, а просто всего-навсего сожитель, который Альфонс, да, который просто приспособленец, как говорится, ни тут, ни там, ни сям, ни два, ни полтора. Вот ничегошенький он, друзья мои, не может, вы знаете, ни денег заработать, ни дверь купить, дабы ему Лёлькины дети не мешали, ни хозяйством заниматься. Я посмотрела комментарии у Лёлькиных на Лёлькином канале, её хомяки, конечно, всё как обычно, схавали, друзья мои, абсолютно всё, поверили в абсолютно все вот эти вот Лёлькины сценарии и начинают написывать, Оля, ну ты что, не видишь, что Шурику неинтересно заниматься хозяйством? Это абсолютно не его. А у меня вот вопрос на засыпку уже даже к Лёлькиным глупым хомякам. А что, простите, его? Вот у него вообще нет ничего того, чтобы он хотел просто где-то как-то зарабатывать деньги, да, то есть смотрите, как интересно получается. Хозяйством заниматься он не хочет, это типа не его, да, не его стихия, я бы так сказала. Работать куда-то ехать он не хочет. Никто даже не говорит ни про какие вахты, ехать туда на несколько месяцев, даже не об этом речь. Какие проблемы? Мичуринск относительно рядом, друзья мои, да, рядом, представляете, люди, которые не имеют машин, далее не имеют прав, ездят туда, работают и приезжают, так скажем, в деревню, домой и так далее. Кто мешает Шурику ездить в Мичуринск на работу и приезжать обратно сюда, домой к Лёльке, туровку, тем более, учитывая тот самый момент, что рано или поздно все-таки случится то самое счастье. Он сдаст таки на права, возможно, друзья мои, и сможет уже благополучно на шаране рассекать туровка, Мичуринск-туровка. Да, почему бы, как говорится, и нет. Но нет, мы с вами видим, что Шурик особо-то вообще не любитель работать. Ну, это не мужчина, на которого можно положиться, понимаете, даже вот дверь, как Лёлька сказала, ему необходимо, ну, понятное дело, Лёльке верить себя не уважать, но в любом случае даже дверь не в состоянии приобрести ее муженек. В общем, так, знаете, принеси-подай, как говорится, иди нахрен, не мешай, ходит из угла в угол, слоняется, пока Лёлька ему, так скажем, позволяет вести себя, как он себя ведет. Далее, далее Лёлечка делится своим счастьем, привезла она тушки поросят из холодильника. Да, да, говорит, вот, мол, так и так, говорит, на забое, говорит, я не присутствовала, потому что Леночку, тетю Леночку провожала, значит, обратно та уехала и так далее. Ну, и рассказывает о том, что мяса у них предостаточно, сало она сдала, но, учитывая, что Лёлька сама любительница сала, себе она все-таки на засолку килограммчиков так 12 оставила. Лёль, мы надеемся, детки твои увидят мясо. Ты, конечно, на одном из последних стримов сказала о том, посмотрев, да, реакцию людей, я снимала обзоры, и, в общем, понятное дело, мы все возмущались относительно того, что Лёлька сожрала фиговую тучу шашлыка, а детям, как говорится, с гульки нос, на что Лёлька тут же, друзья мои, сказанула, а дети не любят мясо. Лёль, это неправда, потому что твои дети не то, что мясо любят, они субпродукты любят, ребят, согласитесь, крайне редко у кого дети любят субпродукты. Я имею в виду печенку, там вот это вот все на свете, сердечки и так далее, мало у кого, не то, что дети, не многие взрослые любят субпродукты, а Лёлькины дети чуть ли не в драку в прошлый раз были за вот эту вот печенку. Не последний раз, когда она показывала и сказала сразу, что ее осталось крайне мало, ее вообще мало, ни на всех не хватит. Нет, я имею в виду предыдущий раз, и что касается мяса, я помню прекрасно, ребят, всегда, когда готовили шашлык, дети на этот шашлык накидывались, как голчата, просто после большой голодухи, понимаете, так оно и было. Но ей же надо как-то себя оправдать, мол, дети не любят, ну да, действительно, вы знаете, вот глядя на Лёльку, ребят, Лёлька почему-то любит жрать абсолютно все, 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 все самое вкусное. И мясо, и шоколад, и пирожные, и торты, и малину, значит, и клубнику, и все на свете. Вот только ее дети абсолютно буквально, знаете, святым духом питаются, ничегошеньки они не любят. А когда Женька, кормящая медалистка, привозит им даже не настоящие киндера, вот эти, знаете, вот подделки, да, то есть сам по себе киндер-шоколад, он очень вкусный. Я вот, допустим, как взрослый человек, 34 года, да, как говорится, я очень люблю киндер-шоколад, очень его люблю, и, да, и себе тоже в том числе иногда его покупаю без проблем абсолютно. Но, вы знаете, вот Женька привозит им не настоящие вот эти вот киндер-яйца, да, всякие разные там подешевле, какие-нибудь и так далее, и дети накидываются тут же. То есть получается, по большому счету, Лёлькины дети, конечно же, все любят. Просто Лёльке же надо как-то себя оправдать в прошлый раз за этот тазик шашлыков. Да, друзья мои, за кадром. Интересный момент как раз-таки по поводу вот этой всей еды. За кадром Даня просит у помощницы, ну, я так поняла, что просит у неё конфет, не знаю, ребят, не разобрала, три раза слушала, Даня говорит всегда нечётко, невнятно, непонятно, что-то там тоже там бу-бу-бу-бу-бу-бу, голос, голос прекрасно слышала помощница. Вы знаете, он мне кое-кого даже напомнил, между прочим, да, сейчас говорить об этом не буду, потому что не уверена. Ну, такой, знаете, голосок-то дай боже, бедные дети, мне сразу их стало жалко, но опять же, знаете, Лёльке абсолютно плевать, да, Лёльке, лишь бы её дети были сплавлены на кого угодно, лишь бы только с самой этими детьми не заниматься. Так вот, Данька за кадром просила у помощницы конфет, вы знаете, а она ему говорит, вот тебе типа одну, ну, не суть важно, там конфеты, не конфеты, не важно. А он говорит, а почему одну-то? А она говорит, а ты что хочешь, всю пачку? Ребят, ну, я не знаю, конечно, что там была за пачка, да, может, там в пачке, конечно, килограмма-полтора, я очень в этом сомневаюсь, но даже если представить, что ребёнок действительно просил конкретно конфеты, вы можете себе представить, что такое для ребёнка одна конфетина. То это абсолютно ничто, согласитесь, вот, допустим, ему надо там, конечно, несколько конфет, чтобы он почувствовал, так скажем, все прелести жизни, но ему сказали вот одну, а сколько ты хочешь. И вы знаете, о чём я подумала? Лёлька тут же включила такую воспитательницу из себя, говорит, а вот если бы ты поел, а вот если бы ты поел, то тогда тебе... Я очень сомневаюсь, что Данька что-то там не поел, потому что дети Лёлькина накидываются на любую еду, абсолютно, как, знаете, самые голодные, голодающие, как говорится, да. Но мне вот что стало интересно, Лёль, а почему вот такая, знаешь, такие двойные стандарты? Почему, когда ты жрёшь шашлык, то, что ты любишь, ты не говоришь, ты не берёшь один кусок или два куска, ты берёшь целый тазик для себя и жрёшь и говоришь, это вообще была моя тарелка, Лёля, это была не тарелка, это была белая глубокая миска, в которой лежали большие куски шашлыка, и его там было совсем немало. Его там было, наверное, больше килограмма, я так предполагаю, ну, в общем, да, ребят, то есть почему-то, знаете, по берухе можно сжирать по половине торта, да, можно сжирать по полтора килограмма в одно лицо шашлыка, а ребёнку почему-то нельзя съесть, допустим, не одну, а две или три или четыре или пять конфет, в конце концов, это детство. Почему бы и нет, да, детям в таком возрасте, ну, если нет никаких-то там, каких-то там заболеваний, диатеза и так далее, аллергии, да, можно абсолютно всё. Про Даню мы ничегошеньки не слышали, мы слышали про аллергию про Настю, потом какие-то моменты там слышали ещё про кого-то, я не помню, то ли про Веронику, да, помните, там был какой-то момент, но не суть важна. Ну, у Насти мы слышали о том, что аллергия была на собак, при всём при этом собаки живут в доме у Лёльки, то есть тоже опять как-то всё это непонятно, но дело даже не в этом. То есть получается как-то очень интересно, маман может жрать всё, что угодно, хотя ей жрать вообще вот это вот всё, по идее, в таких количествах вообще, ребят, противопоказано, да. А ребёнку нельзя съесть, допустим, две или три конфеты, или два или три печенья, или два или три пирожных, а почему нельзя? Друзья, ведь вспомните, сама Лёлька сколько раз она ездила, везла те же экраны с пирожными в машине и говорила о том, ой-ой, не знаю, наверное, коробку не довезу, и то сидела хомячила по полной программе. Вот такое отношение. О чём это говорит? Это говорит о том, что в первую очередь там всё нацелено на маман, там маман по полной программе, поэтому, конечно, ей нужна вот эта вот дверь с замком, о чём я уже и говорила, потому что там будет стоять и холодильничек, и чайничек, да, и всё на свете, и прятаться сладости, и вкусняшки, и всё, что можно, как говорится, и нельзя. Опять, друзья мои, продолжается вся эта история, вся катавасия, ходит Лёлька по пятам за шуриком, по всем сараем, испытывая, так скажем, его терпение, да, ну, хочется, хочется Лёльке устроить очередную показуху, которую, конечно же, как всегда, поверят Лёлькины хомячки. Да, друзья мои, но самое интересное, что в этой ситуации Лёлька палит саму себя, показывая, что она абсолютно, понимается, свободно, делать ей абсолютно нечего, но, собственно, по этой причине она и шарахается позади вот этого вот Шурика, понимаете, то есть, если бы ей было чем заняться, да, она бы как раз-таки занималась бы чем-то и не бегала бы за шуриком по пятам. И вот хочется сказать, почему-то Сергей Петрович совсем справлялся абсолютно сам, ему помощь Лёльке и не требовалась, Лёлька появлялась только тогда, когда ей надо было снять какой-то видос. А Лёлька бегает за своим сожителем, хотя место её дома, рядом с её детьми, но, видимо, Лёлечка забыла о том, что у неё вообще-то детский сад на дому, о том, что у неё есть маленькие дети, которые требуют, да, буквально уже, знаете, требуют её внимания, но Лёльке, опять же, некогда, поэтому, в общем, как-то так. Далее, друзья мои, устроили показуху. Лёлька начала просить Шурика контролировать-таки свою агрессию. Она и говорит, я, говорит, тебя ублажаю, а ты хамишь. Причём, ребят, самое интересное, самое смешное в этой ситуации, в этом спектакле в том, что как раз-таки Шурик в большей степени молчит, а вот Лёлька устроила вот этот вот цирк по заявкам. Ну, кто-то из Лёлькиных хомяков, знаете, за Шурика, да, а кто-то уже готов рвать его. Друзья мои, советуют ему пить на вопасит и ни в коем случае не хамить вот этой вот Лёльке-поберухе, да, представляете? Ну, что хочется Шурику сказать? Хочется сказать, Шурик, ты дождёшься, доживёшь до тех самых времён, когда Лёлька даст команду фас своему планктону, и они будут рвать тебя на куски, а Лёлька будет подливать маслица в огонь, подкидывать дровишек как раз-таки в костёр, а ты останешься таким же, каким был Женя Бэ, которым был Борюсик, да, то есть на тебя скинут абсолютно всё и вся, всё, что можно и нельзя. Далее, друзья мои, вы знаете, вот эта вот показательная сцена примирения, обнимашки-целовашки. Лёлечка обнимает Шурика, Шурик обнимает Лёлечку, представляете, да, и говорят о том, что нет-нет-нет, ни в коем случае нам ссориться, конечно же, не пристало, не стоит и так далее. Мне, ребят, смешно, потому что, ну, понятное дело, что всё это, конечно же, показуха, всё это очередной Лёлькин сценарий, вот такой вот, знаете, настолько сырой, что вот не то, что верить в это, да, от этого становится как-то тошно, неприятно, и понятное дело, что это, конечно же, одно сплошное враньё. Не знаю, насколько долго они смогут вот так вот удерживать, так скажем, свою публику, зрительный зал, да, пока люди всё-таки не поймут, что это действительно лицемерие чистой воды. Я уверена, что недолго, ну, хотя, вы знаете, настолько глупы её обожатели, вот которые бегают постоянно, а ты вот, как одна сегодня прибежала ко мне и написала, а ты вот попробуй, что мне попробовать, мне что, выйти с протянутой рукой? Это проще простого, скажу я вам. Гораздо сложнее зарабатывать деньги и рассчитывать на свои собственные силы. Быть поберухой, попрошайкой, что в реальной жизни, что в социальных сетях проще паренной репы. Это я знаю сто процентов точно, потому что для этого не надо прикидывать, прикладывать абсолютно никаких усилий. Уселся себе, расставил карточки, донаты выставил, сидишь, просишь, попрошайничаешь и рассказываешь о том, как тебе хреново. Достойные люди так никогда не поступят. Достойные люди, которые не нуждаются, которые знают, что они могут и в состоянии заработать, они будут зарабатывать, рассчитывая на свои собственные силы. Ну, вот как-то так. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok